добрый день сегодня расскажу про фто даян впервые такой глонку сделали да был конечно другой октайдр но это от этого корнир турнинг октайдрон это фейс турнинг октайдрон мой английский шикарен я знаю магнитный октайдр у которого вращаются грани техническая информация кому интересно там не читал но что-то тут написано детям моложе трех лет не давать постараемся коробочка простенькая такая вся зеркальная и кстати пирамид нарисована как грань 1 здесь пирамидка логотип даян фиолетовый ну а здесь красный так и есть инструкция и на ней сразу громко написаны в то для тех кто вдруг не понял что это за надпись расшифровка в то так не открывал еще как не экономно бумагу тратить белый лист но здесь какая-то инструкция как и в то собирать не знаю не читал может быть посмотрю скорее всего нет я сам собираю своим способом который изложен в моем обучающем видео если не забуду ссылку в описании прикреплю ну вот такой вот октайдр с кем же будем мы его сравнивать ну с этого сравнивать смысла нет разве что размер размер такой же можно сравнить с фто от лан лана можно сравнить с фто от диншенк ну ладно понятно уже старенький на нем можно собирать и нормально можно собирать но он без магнитов пора ему свое место уступить есть еще фто от мф-8 мф-8 многие ругают но вот и в того очень даже неплохая версия получилась именно 4 на 4 приятно фоне собирается ее и на скорость собирал ну вот пока два основных конкурента диншенк и даян вращение такое шершавое пластик слегка матовый я сделал не знаю сколько сборок но какое-то количество сделал добавил чуть смазки стал еще лучше и пока матоваясь не стерлась диншенк изначально глянцы и по размеру диншенк заметно меньше хорошо это или плохо ну наверное дело привычки жми изначально размер диншенка порадовал но вращение даяна порадовала сильно больше конечно громковат диншенка вращение по звуку более благородная но покрутив я понял что даян это вроде как топовая модель диншенк бюджетка ну сложилось вот такое впечатление понятно что собирать неплохо можно и здесь и здесь я собирать хорошо не умею я собираю свои методы для начинающих и это не быстро поэтому оценить как она на скорости там уровня мировых рекордов я не могу объективным причинам но большинство людей собирают не сильно быстрее меня так что для вас наверное эта информация будет полезна чем плох диншенк по отзывам тех кто умеет собирать быстро вроде бы вылетают детальки у меня не вылетали руки мои позволяют вращать так чтобы было все стабильно на даяне таких отзывов не слышал возможно такого и нет но погромче и покрупнее если вы до этого собирали налон лан лане до то здесь размер такой же был не когда такой стандарт но диншенк все уменьшает это не есть плохо это нормально и компактный хороший октаэдр и диншенк в чем главное отличие здесь есть вот эта магнитная крестовина шарик с магнитиками на можно посмотреть, а здесь такого нет. На самом деле меня полностью устраивала версия от Дианшенга. Совершенно, но я же собираю не сильно быстро и не так уж и часто. Но сейчас ФТО очень сильно продвигают, по крайней мере в соцсетях, на ВЦА, чтобы делать его дисциплиной. Поэтому Дианшенг, делаю актуальную головоломку Диан и даже Чи. И мне даже и Ван Вана бы хватило для моих целей пособирать иногда. Но Дианшенг грех не купить. Диан, в принципе, очень хорош. И вращение этого октайдра мне напомнило хорошие Диановские трешки. Тэнг Юн, он правда тихий. Жан Чи, какой-то из них. Ну, Гуфонг ПРОМ последний. Это вообще молодец. Меньше на него похож, просто красивый и с логотипом красненьким. И, кстати, посветлее логотипчик. А так, вот звук, ощущение похоже на Жан Чи ПРОМ или Тэнг Юн В2. Извините, уже плохо различаю. Наверное, Жан Чи ПРОМ. Но поправьте, если я ошибаюсь, вот такой золотистый логотипчик с настройкой вот такой барабанной. Все уже забыл. И я слышал много мнений, видел их в комментариях, что Даян копирует Диан Шенг и типа копипастит, нарушает авторские права, повторяются и все такое. Но Даяна откровенно проделали большую работу и опыт в производстве логотипчика у них, конечно, есть. И трешки хорошие. Лучше, чем у Диан Шенга. Ну, давайте соберем. Собирать буду опять же своим способом. Да, я сказал, что мне хватило бы и Лан Лана для моих целей. Ну, Диан Шенг купил, Даян купил и я заказал Чи. Там есть две версии, магнитные и не магнитные. Они, скорее всего, будут попроще, чем Даян. Я заказал только магнитную, конечно. Но уж, горел сарай горе и баня, купил я и Чи магнитные. Поэтому в следующем видео по ФТО сравню все три, покрутив еще побольше. А так Даян, конечно, сейчас повеселее. Но заранее еще что скажу. Ну, размер у Диан Шенга компактный. И здесь есть такой вот момент, как небольшие лакапы. Конечно, это, возможно, криворевкость и быстро убирается привычкой. Но на Даяне такого момента нет. Не очень удобно переходить от разного размера, но я их собирал одновременно. И тот, и другой. Даян все-таки пока нравится больше. Так. Соберем что-нибудь. Собираю одним трициклом. Да, так неправильно. Сначала уголки. Собрал. Дальше сюда докинем центров каких-нибудь. А потом уже расставим остальные уголки. С такого положения можно сделать пиф-паф. И докрутим. Вот все углы на местах. И вот эти центрики тоже. Дальше соберем остальные. А можно что-нибудь подвинуть еще, посмотреть. Но здесь на месте. Ну, два на месте. Так еще можно вот этот слой двигать. Более приятную ситуацию сделать. Но здесь и так неплохо. Поэтому сразу будем собирать. Вот этот красный. На эту грань закинем. РУ. Р'У. Повторяем два раза. Возвращаем. И еще один элемент здесь появляется. Ищем еще один красный. Вот он. Вот эти два отсюда надо убрать. Выбиваем. Делаем зеркально. Чтобы повернулось сюда. И отменяем цвет обмолы. Ну, таким образом собираем все центры. Нехитро. И довольно быстро. Но, конечно, не как продвинутым способом. Так. Вот этот синий. На эту грань. Вращаем против часовой. Есть. Где-то еще один был. Вот этот. Пойдет сюда. Значит, подвернем вот так. Поворачиваем. Возвращаем. Отменяем. Свет обмолвы. Что-то я тут уже не в ту сторону. Так. Синий есть. Белый есть. Красный есть. Зеленый бы. Есть зеленый. А вот зелененький. Так. Возвращаем. Есть желтый здесь. Здесь. Так. Что-то я перекрутил лишнего. А что? От оранжевого еще не хватает. Так. Ну, и хорошо. Такой шершавый звук. Здесь. Поблагородный. Диан Шенга. Не отнять. Так. Ну, и что дальше? Здесь синий стоит хорошо. Поставим сюда. Красный. Теми же всеми движениями. Но уже без сетапмов. Не фиолетовые. Ну, таким вращением. Переставим сначала сюда. Потом сюда. У меня сейчас нет цели научить собирать ФТО. Кому интересно, по ссылке в описании. Очень подробное обучающее видео. Собралась первая грань. Берем ее вниз. И здесь смотрим, что есть хорошего. Хорошего. Нет ничего. Давайте что-то делать. Этот зелено-красный. Поставим вот сюда. Не на свое место, но на своей грани. Так. И теперь сюда. Вот он стоит. Нужно поискать зелено-фиолетовый. Он где-то здесь. Чтобы его достать. Ага. Пока не получится. Поставим фиолетово-оранжевый сюда. Делаем заготовку. И нам нужно еще оранжево-синий. А он вот здесь. Ну, придется чем-то жертвовать. Достанем оранжево-синий пока. Так. Передвинем его сюда. И вот эти два. Вот так вот завернем. Так. Два есть. Поднялся зелено-фиолетовый. И вот сюда. И вот эти два заводим. Так. Что у нас тут? Это стоит хорошо. Это вот сюда. И загоняем. Вот такой вот бесхитростный способ сборки. Все собралось. Учить ничего не надо. Конечно, послойно можно собирать гораздо быстрее. Ну, если уже делают ВЦА, я разработаю, ну, или выучу какой-то более продвинутый способ. В итоге, Даяна ФТО. Молодец. Мне нравится. Даян вообще хорошая фирма. Плохого мало делает. Были, конечно, не ВЦА-головунки, которые плохо крутились. Но современные мне нравятся. Если выбирать из двух, я бы выбрал Даян. Но Даян подороже, чем Диан Шенг. Плох ли Диан Шенг? Нет. Но уступает Даяну. То есть какие-то лакапочки есть. Но если к нему, если не брать в руки Даян, то, естественно, Диан Шенг сильно лучше, чем Лан Лан. Да, и если у вас Диан Шенг, то можно не переживать, если он у вас не разваливается, то на нем дальше и собирать. Если у вас нет ничего, и вы хотите самое лучшее, наверное, все-таки Даян будет. Ну, те, кто профессионально собирает ФТО, поправьте меня в комментариях. Мой такой обывательский взгляд. Мне Даян понравился. Все-таки технологии. Ну, пластик, конечно, мог бы быть более глянцевый. Но я думаю, если собирать его чаще, чем я вряд ли буду заниматься, то он как бы сотрется, отполируется, будет поприятней. Не знаю, напечатан ли логотип, но на нем кружочек наклеен какой-то. На том же 3х3, а здесь логотип напечатан. На Диан Шенге логотип тоже напечатан, причем фактурно. Ну, вот такой вот Даян. Вполне хорош. Рекомендовать могу. Ждем ФТО от ЧИИ. Обязательно сниму видео сравнение всех трех. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.